Продолжаем выпуск. Коляски и пандусы на прокат. Специалисты центра «Семья» помогают родителям, особенно детей, тем, кто не в состоянии купить необходимое оборудование или развивающие игры. Выдают их совершенно бесплатно. Причем как горожанам, так и жителям районов области. С нового года в центре появится и новое направление – отделение ранней помощи. Все подробности в сюжете Руты Киллер. Еще недавно маленький Артем умел только ползать. Сегодня делает шаги без помощи мамы или опоры. Самостоятельно. Такого результата удалось добиться благодаря ежедневным тренировкам с брусьями. Инвентарь брали на прокат в центре «Семья». Брали замечательный центр такой, тактильный. Он у нас был вообще практически очень любимая игрушка. Этот тактильный центр, там кнопочки, ощущения, звуки. Включается-выключается радио. То есть ребенок это все делает сам. Программа бесплатного проката действует уже год. Успешно. За это время услугами центра воспользовались около 70 человек. Родителям особенных детей дают и развивающие игрушки, и специальное оборудование, коляски, пандусы, сроки пользования от месяца до одного года. Развивающие мы выдаем на более короткий срок, потому что детям надоедает. Например, они могут прийти с дачи, взять что-то новое. То есть такое вот, например, коляски, опоры, вот это мы выдаем на подольше. И еще зависит от того, где семья живет. Мы работаем как для города Новосибирска, так и для Новосибирской области. У нас много клиентов именно из области приезжают. То есть мы, конечно, им проблематично ездить. Мы им выдаем на более долгий срок. Большую работу сегодня проводят и с родителями. По мнению психологов, успехи детей с особенностями развития напрямую зависят от настроя мам и пап. Специалисты беседуют и составляют индивидуальную программу занятий, которую впоследствии опекуны смогут применять на практике самостоятельно. Чем раньше мы увидим это, например, нарушение речевого развития. Многие говорят, до трех лет еще рано ходить к логопеду. А после трех лет, в четыре, в пять, говорят, уже поздно. И чем мы раньше начнем заниматься с ребенком, тем, конечно, будет положительная динамика во всем развитии. В начале следующего года в подведомственном Министерству труда и социального развития учреждений, в центре «Семья» откроют еще одно направление – отделение ранней помощи. Самым маленьким пациентам всего несколько месяцев жизни, старшим – семь лет. Своевременное вмешательство профессиональных психологов, логопедов, массажистов, педагогов, медиков поможет скорректировать или решить проблему. Министерством регионального развития утверждены стандарты оказания услуг ранней помощи детям и родителям. И в соответствии со стандартами курс будет рассчитан на два месяца. Но, учитывая, если ребенку требуется продолжение, допустим, реабилитации, и целесообразно, то, может, через некоторый перерыв семья может обратиться вновь. Педагоги отмечают – Артем прогрессирует. Начал разбирать речь и откликаться на имя. Ирина уже записала мальчика на бесплатные занятия в отделении ранней помощи. Обучение со специалистами начнут со следующего года. Больше всего на свете Ирина хочет, чтобы сын заговорил. Рута Келлер, Александр Кабукин. Новости ОТС.